Всем почули, добро пожаловать на мой канал Парфюмерии. Сегодня у нас болталки, новости. Если вам интересен такой формат, провести со мной время, будет распаковочка. Я надеюсь, что я успею. Оставайтесь со мной. Будет интересно, как всегда. Снимала я тут, оказывается, рассказывала, распиналась там что-то вам, новости какие-то. Наверное, все-таки я поставлю эту часть, там 12 минут. И я не хочу монтировать, и я не хочу дозаписывать. Наверное, досниму концовку. Я уже часть рассказала новостей, поделю на части. И я тут пока воевала с этой телефоном, с селфи-палкой или что там, чтобы оно не крутилось, чтобы оно ровно у меня снимало горизонтально. И я, видимо, нажала отключить. И я болтаю еще там 10 минут, смотрю, запись не идет. И давайте тогда не будем тратить время заново. Я уже не повторю то, что я рассказывала. Кому интересно, посмотрите эту болталку. Я просто плавно продолжу. То запишу там концовку, попрощаюсь с вами, скажу там дальше, как это обычно. Ну и дальше буду продолжать, потому что ожидаю, что придут гости. И вообще минимально времени. Кто не посмотрит ту часть, у меня как бы типа а-ля отпуска. Еще на следующей неделе будет. Микрофон мой сломался. Я надеюсь, что вот эта вот конструкция у меня все запишет, будет нормально. И вся техника что-то у меня вообще начала ломаться. Она не супер, пупер дорогая. Но тем не менее, все равно. И да, я тут подготовила парфюмерные новости. Я, конечно, буду снимать еще дополнительно видео на днях. Я надеюсь, найду время. И уделю внимание какими-то парфюмерным новостям, подборкам. Тестировала новый Ля Ви Бель с малиной. И вот так задумалась. Я вот с одной подругой разговаривала. Она говорит, я не люблю сладкие ароматы. Другая говорит, не, не люблю сладкие ароматы. И вчера была в городе. И думаю, зайду в магазин. Может быть, нам подвезли новый ланком. Вот этот Абсолют переформулированный. Новая линейка про розы. Кстати, вот тут вот он спойлер. У меня в коробке. Я уже поднимать не буду. Тут вот эти лишние шумы с микрофоном. Заметила я, что не записывается. Я тут рассказываю, рассказываю дальше. Ну, давайте мы эту часть вот так вот обрубим. Я не хочу большие видео монтировать. У меня память на телефоне не позволяет большие видео хорошо смонтировать. И поэтому я уже там и сейчас сделала паузу. И забыла уже о чем говорила. И та часть, она как бы первая часть, вступительная часть будет. А мы с вами в следующей поговорим, продолжим болталки. Ну, как-то так некрасиво. Ну, ладно. Может быть, кому-то так и подойдет, и понравится. У меня вот такая посылка. Хочу с вами ее распаковать именно сегодня. И я боюсь, что в любое время позвонят в дверь. И мне надо будет уйти. Я потом, конечно, могу продолжить видео. Но, опять же, задача снимать все одним монтажом. И поэтому так немножко не очень-то удобно для себя условия я придумала. У меня тут отдельные парфюмки. Я тут еще там что-то тут заметила на видео. И переснимаю уже. В итоге хочешь снять побыстрее, да? Получается, как всегда. И можно было бы все. У меня просто очень много новостей. Я давно не выходила такой эфир. Я давно не рассказывала видео-болталки. Если вам нравится проводить время со мной, оставайтесь. Сама смотрела последнее время блогеров. Или гуглила насчет каких-то парфюмов. Гуглила насчет мюглера вот этого. Ле Экспекшн. Линейка, которая снята с производства. И по итогу, как бы, те блогеры, которые я знаю, смотрю, они мне выходили. И вот, допустим, Карина Цепкоева очень была в восторге от этой линейки. Но на другие ароматы. И я посмотрела ее обзор. И я в свое время ругала. Не хотела ничего от этой линейки. По итогу класс, класс. Посмотрите. Я снимала на красивой локации. В красивой локации на крыше. Видео, вот этот вот обзор. Там все подписано. Кто хотел название. Я все подписала задним числом. Вот эти я тоже ношу парфюмки. Хочу рассказать последнее на новости. Вот такие вот с этими проводами. Он еще короткий провод. Вот такие футболочки купила в H&M. Ну, средняя цена разного цвета. Сейчас появился такой светло-персиковый. Я ее еще тоже куплю. Ну, 7,99. 8 евро стоит. Я брала с 15% наверное скидкой. За 6,80. Относительно недешево. Ну, и недорого. Потому что для H&M в принципе можно и купить. Или где-нибудь в примарке. Или еще где-то там подешевле. Но по сути качественно потрясная. Но она вот новая еще не стирана. Но те даже, которые я стирала, очень хорошо. Но я по одному разу стирала. И я прям накупила прям очень-очень много. И разного. И белый, и синий. И вот такого цвета. И телесного цвета. И черные. И серые какие-то. Там одна голубая. Ее постоянно раскупают. А-ля Mugler цвет такой. У меня худи такой голубой. Такой небесный цвет. По-моему, если вы видели мои видео. Ну, такое вот. Между голубым и синим цветом. И в принципе я довольна. Вообще я тут сижу так вот кое-как. Потому что с этим микрофоном. Думаю, как бы он тут не вырвался с телефона. И вот исправится эта ситуация у меня в ближайшее время. Завтра должен прийти виспроводной. Какой-то такой средненький, недорогой. Но хотя бы будет функционировать. Если я буду снимать видео, то будет нормальный звук. Продолжим те болталки. Я вообще сделала переход. Что-то я вообще запарилась. К той концовке, которую я снимала. Наверное, я не сделала. Переход вообще сколько у нас тут? Уже 4 минутки. Ну, давайте соединю эту часть с той, которая у меня выключилась случайно. И я тут уже рассказала про какие-то обновки. И вообще хаотично, не знаю. Столько составляла себе план. Столько готовилась. По итогу какая-то каша. Со всех областей хватаюсь. Со всего, что видела, хватаюсь. И пытаюсь рассказать. Нужно выдохнуть и нормально снять. В следующем видео, во второй части, будет распаковка. Будет распаковка. Мне пришла еще вот такая вот новиночка парфюмерная. Тут у меня лежат другие парфюмы. И поговорим о парфюмах. Может быть, не только о парфюмах. И если вам интересно. Ой, что-то вообще неделя проходит. Много дел. Единственное, что, конечно, не работаешь. А по дому, как всегда, уборка-приборка начала. Но были грандиозные планы. Не успеваю. И то туда, то туда. А то и вроде как отдохнуть стараюсь. И в то же время и работы куча. И вот такая вот, как всегда, у всех бытовуха. Думаю, досказать ли в этой части уже вот эту вот мою новостную информацию. Либо уже тогда следующее видео. Чисто начать вот с распаковки. Может быть, за тестами. Или вообще посмотреть на время. Успеваю ли я до того. Не хочу прерывать. Раньше полностью посвящала блогерству. Полностью видео. То есть, ну, как бы это было хобби. Но я думаю, ну, если это хобби, немножко будет мне приносить какие-то доходы. Или хотя бы какие-то плюшки, подарки, рассылки. Или еще что-то такое. Ну, вот по минималке. Вот не было каких-то заоблачных желаний. И до, думаю, ну, можно будет тогда тратить свое время. Ну, по сути, нравилось мне. Нравится. Тратила время, ну, не впустую. Но ничего это не дало. То есть, как бы выйти на какой-то уровень блогерства популярности. Нужна прям удача. Либо надо было начинать, ну, лет 10 назад. Тогда, как бы это было новое. Тогда это было мало. Популярно. А сейчас вообще блогеры уходят. Те, которые я смотрела, тоже все распрощались. Но у меня другая ситуация. Как бы это прикольно. Но когда ты годами, годами прям вот полно. 8 там часов или сколько занимает у тебя время. Ты постоянно темы обмозговываешь, наряжаешься, устанавливаешь на тему. То есть, как бы вот кто там говорит. О, все только из-за денег там или так далее. Попробуйте. Начните, и вы поймете, что это, ну, да, не из-за денег полгода, год. Но когда 2 и 3 уже года, и ты только снимаешь, и снимаешь, и вкладываешь деньги, а работать-то надо в другом месте и зарабатывать. Ну, когда-то ты говоришь, меньше надо снимать, хватит. Когда-то все приедается. Тем более, если не приносит никакого результата. Я рада своей аудитории. Я рада, что есть постоянные подписчики, которые ждут. И я с вами рада общаться, проводить. Вообще, хотела бы прямой эфир, но, наверное, никто не выйдет в этот прямой эфир. И задаю вопросы всегда. И, наверное, только 5% за все время мне отвечали на мои вопросы, которые я там. Снять это, надо это, что носите. И очень мало ответки приходит назад. И я не знаю, что кому надо, кому что интересно, как ориентироваться. И это было не просто так, лишь бы задать вопрос, а чтобы знать вообще, что интересно людям. Как бы сориентироваться, с вами подружиться. Ну, все перепробовала. Сейчас уже задумывалась. Думаю, может быть, поменять формат. Может быть, начать по-немецки эти блоги снимать. У меня, конечно, запаса такого немецкого нет по парфюмерии. Потому что это специфические слова, язык. Ну, можно подучить. Ну, не люблю свой немецкий, не люблю свой акцент. Так или иначе остается. Думаю, может, по-английски. А по-английски у меня вообще запас слов еще меньше. Ну, можно научиться. Хотя хейт есть везде. И по-любому придут, кто им скажет, там, ты нифига не умеешь разговаривать. Если мне по-русски-то прилетает, что я не умею говорить. А там, наверное, тоже. Ну, не знаю. Потому что действительно просмотры именно с России тоже упали. Просто людей, если было там 50% или 60% у меня с России, то на последние видео, ну, там, 20%. И как бы просмотров-то нет, а просмотров нет, значит, мое видео не видят другие. Оно вообще не предлагается другим. Если вы что-то гуглите и думаете, ну, почему никто не снял, как собирать шкаф с Икеи или тумбочку. Люди сняли просто эти видео где-то там во вселенной Ютуба, интернета, завалялись. Просто в поиски не выходят. И люди не видят. Все люди уже сняли. Любой рецепт, любую прическу, любой макияж. Но оно было в первые дни где-то там типа-типа с надеждой в топы выйти или хотя бы предлагаться. А потом никто не смотрел. Если видео, оно немножко старое, оно просто где-то провалилось. И я столько труда вложила в канал, столько всего. И вот думаю, не поменять ли эту концепцию полностью. Потому что как бы постоянно пытаешься что-то изменить, чтобы сдвинуться. Чтобы был какой-то результат. Ну, что-то должно же давать блогерство. Какие-то знакомства дали мне. Какие-то там, может быть, приглашения куда-то. Что-то, какие-то подарки, может быть, пробники. Какие-то подарки, просто пробник. Вот мне вот, как мне блогеру присылают. Вот такие вот маленькие сэмблыки люксовые. Хоть что-то, хоть какие-то просмотры там, не знаю, вообще. Хоть какие-то возмещения за какую-то технику. Вообще ничего этого нет. И, конечно же, я понимаю, что люди делают, делают, делают. А потом просто пропадают. Потому что, ну, как бы, ну, в жизни меняются обстоятельства. И это очень занимает миллион времени. Монтаж, там, подобрать что-то. И стараешься, душу выворачиваешь. Ну, короче, вот такие вот у меня мысли. Не знаю, куда это приведет. А времени вообще мало. Вы видите, какое сумбурное видео. Как я насколько хаотично со всех областей по верхушкам прыгаю. И в режиме прямого эфира было бы круто, конечно же. Сразу же вопросы, ответы. Но кто придет на прямой эфир? Вот кто? Вот кто вот? Я думаю, что там вообще даже ни одного человека не придет. Если один, то, конечно, супер, я рада. Но я не знаю, у меня мало обратной связи от своей аудитории. Подписок вообще мало за последнее время. Прям с таким трудом, прям с таким скрипом. А вообще канал создавался для коммуникации, обмена веществ, для обмена информации и так далее. Ну, посмотрим, посмотрим. И все-таки стараюсь себя радовать парфюмками. И я надеюсь, что вы тоже себя радуете. Пишите свои новости, какие у вас происходят. Может быть, кто-то что-то там интересного расскажет. И вообще уже не знаю, как. Видимо, мой подход к блогерству и к ведению канала был неправильный. Что не возник такого роста, интереса у людей. Не знаю. Конечно, говорю, после четырех лет задумываешься. И это немаленький срок полной рабочего дня впустую. Там, где хорошо, там видео вообще там редко, когда тысячу кликов набирают. Вот такие вот печальки в этом видео. Такие болталки. И, конечно же, я не все рассказала. Далеко не все. По парфюмерным магазинам не хожу. Заходила, ланком эликсир новый тестировала. Расскажу в следующем видео про мою посылку. Это тысяча раз показала. Расскажу. Давайте раскопаем, раскроем посылку. И про мюглера вам тоже расскажу. Подготовила подборки парфюмов. И надеюсь, что сделаю нормальное видео. Спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Как-то я тоже там раскрыла душу в каком-то видео. И столько тепла, столько хороших комментариев написали вы. Не ожидала. Спасибо большое. Это вот где-то со стороны слышится, да, куча блогеров. Вот они все ноют. Вот все что-то хотят. Но вот реально, вот если так вот подумать, да, это трудно, конечно, объяснить. А-ля блогерскую жизнь, насколько это трудоемко и устаешь. Раньше таскалась с флаконами на улицу, эти коробки тяжелые таскала. Это тяжело, это техника, это время. И хочется хотя бы какое-то общение, хоть какой-то отдачи. Не обязательно материальной. Блин, ну что там материального? Ничего с этого ютуба не получишь. Да и подарки там не нужны, никакие там флаконы. И вообще я бы даже отказывалась от таких подарков, потому что ну как бы не окей. Я надеюсь, вот здесь там микрофон только здесь, а в этом наушнике нет. А то у вас все это время еще и шум будет. По итогу вообще не залью это видео, потому что качество будет ужасное. Всем спасибо за внимание. Давайте будем распаковывать. Уже поговорим про парфюмы. Я надеюсь, что вы немножко через болталки узнаете меня, знакомитесь со мной. И вам приятно. Увидимся в новых обзорах. Всем пока-пока.